Подумав, решайся, а решившись, не думай. Именно такой девиз должен быть у всех бойцов, которые выходят в ринг. Приветствую вас, санцеликие креветки! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на очень редкий и реально хороший бой между большим мастером кунг-фу и мелким бойцом муай-тай. Если не соблюдать технику безопасности, то можно не только лишиться жизни, но и зародить новую жизнь. А если выходить в ринг неподготовленным, то эту самую жизнь можно потерять. Но это не про наших сегодняшних героев. Вначале я скажу пару слов про то, что вообще за вакханалия здесь происходит. Этот, так сказать, промоушен называется «Боевой цирк». Но, несмотря на такое название, он собирает под своей ареной довольно интересных и разнонаправленных бойцов-аматоров. А в этом бою сошлись мастер-танк с ростом 177 сантиметров и весом 130 килограмм, представитель школы кунг-фу. Правда, какой именно, не указали. Поэтому мы можем только предполагать, что это какое-то секретное направление небесного пельменя или разящего бегемота, судя по комплекции мастера. Его противника зовут Читнуфонг с ростом 171 сантиметр и весом 68 килограмм, представитель тайского бокса. Бесполезно осуждать щуку, разрывающую карася, но организаторов этой мясорубки мы поругать можем. Я считаю, что это нечестно, выпускать мелкого тайца против мастера кунг-фу, который в два раза больше. Почему? Потому что тайец умеет только бить. И все. Это все, на что он способен. А мастер может задействовать силу чи, которая, приумноженная на вес, может стереть несчастного Читнуфонга с лица земли. Поэтому я считаю, что нужно делать наоборот. Боец должен быть под 100 килограмм, а мастер под 50, как в кино. Тогда у бойцов есть хоть какие-то шансы в реальном бою. Но вернемся к нашему невероятному бою. Наверняка у вас возник вопрос, почему мужики рубятся только руками? Все дело в необычных правилах турнира, которые заключаются в следующем. Первый раунд проходит по правилам бокса. Второй раунд по правилам тайского бокса. А третий по правилам ММА. Вот такие пироги с вчерашним бобиком. Почитаемый храм можно узнать по золотым воротам. А уважаемого мастера по золотым одеждам. Но в нашем случае и по золотым трусам. По ходу боя вы наверняка заметили, что мастер разящего пельменя совершенно не готов к ударам. И каждый раз, когда тает четко попадал в голову, он поднимал руку и просил у рефери перерыва. Не понимая, как его вообще могут бить. Ведь на тренировках в секретных школах ученики никогда не бьют мастера. А только падают от невероятных ударов учителя. Честно говоря, по ходу раунда мне реально стало жалко пивного дракона. Видно, что он добрый мужик, который не понимает, что такое реальный жесткий бой. И сам не понял, зачем вышел в ринг. Но у нас второй раунд, где разрешены удары ногами и коленями. А это может сделать жизнь мастера еще более мучительной. Образование. Это не то, чему тебя учили, а то, чему научился ты. Так же и у бойцов. Можно учиться 10 лет теории, а можно научиться практике. Отличное начало от тайца небрежными типами. Которые очень сбивают противника, не давая подойти и заставляют опускать руки. Бам! Первый же хайкик достигает железной башки мастера, в которую тяжело не попасть. И заставляет вернуться на шаолинские пагоды к своим добрым ученикам. Которые не дерутся и выполняют все прихоти сенсея. Я хочу, чтобы вы правильно поняли мой сарказм. Я не против кунг-фу в целом. Есть отличные и реально боевые направления, такие как у Шусаньда, например. Но я против фейковых мастеров с секретными стилями пьяного журавля в тени навозного жука. Которые рассказывают про силу Чи, разбрасывая своих учеников по всему полю, утверждая, что у них смертельное и боевое искусство. Но при этом не имеют понятия, что такое реальный бой. Я понимаю ваш восторг. Вы давно мечтали раскидать банду алканиндзей возле своей любимой чебуречной. И теперь у вас есть тот, кто может этому научить. Но предупреждаю сразу, мастер берет в ученики только таких же круглых самураев пивной кружки, как он сам. Поэтому готовьтесь к вступительному экзамену, в котором нужно победить ящик пельменей и бочку пива. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями и пишите в комментах, в каком стиле вы мастер, продавливающего дивана или разящего баклажки чекушек. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Продолжение следует... Как бы не отходим до этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наши упражнения секретный комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения, значит не светить нигде. Шарики солнечные. Ставим. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз, естественно. Ничего не успевайте, это убитка. Успе. Успевайте. 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 Продолжение следует...